сегодня моя модель девушка скажем в зрелой юности какое будет делать макияж да без понятия но направление знаю точно конечно есть пару нюансов которые буду решать по ходу пьесы так что я начинаю а вы смотрите из того что я вижу кожа явно склонна к сухости поэтому наиболее комфортной будет скажем маслянистая консистенция и как мне думается масло сыворотка будет идеально а вот с тональником я все же предпочитал более легкий биби не так чтобы совсем вода водой но скорее ближе кремовой флюидной консистенции перекрывать мне особо нечего а прожитые годы скорее вызывают уважение нежели желание визуальной ретуши но выровнять оттенок кожи никогда не помешает и светлый корректор вполне подходит для легкой коррекции цветовых нюансов кожи я всегда говорил что чем суше кожа тем более кремовый должен быть продукт поэтому кремовая текстура помады как нельзя лучше подойдет для эффекта румян и по тому же принципу выбрал контурный продукт согласитесь использовать сухую текстуру будет перебором важно легкое нанесение и конечно зафиксировать всю работу с кожей необходимо поэтому рассыпчатая пудра требует очень воздушного нанесения и что немаловажно я часто использую фиксирующий спрей чтобы смягчить эффект сухости кожи и воссоздать здоровое сияние мое отношение к перманенту вы знаете уверен каждая женщина делающая процедуру наверняка надеется или на божественное проведение или на чудодействующие руки мастера профессионала в момент самого процесса думаю такое вполне реально вопрос где и когда хотя и мне доводилось видеть великолепную работу настолько изящную и филигранную что отличить натуральные бровки от ненатуральных приходилось только при помощи мицеллярки кстати все продукты будут в традиционной шпаргалки читайте и сохраняйте а между делом я перехожу к следующему этапу макияжу глаз моей модели не 20 лет и состояние кожи век особо не позволяет уходить в расцветастое живописание в стиле зита и гита но для начала прорисовал линию глаз карандашом и растушевал а вот с тенями применяю один из моих любимых технических приемов смешивая тени с уходовым продуктом получаю вполне стойкую кремовую текстуру которая позволяет более легкое и главное равномерное нанесение продукта легендарная дымка как всегда в деле но цветовой акцент это так сказать фантазия на тему скажем кавказской ривьеры и последствия солнечного послевкусия уходящего лета выполнить прорисовку губ необходимо конечно без гламурного сумасшествия но все же кое-какое акцентирование цвета было бы хорошо рисую форму губ в их натуральном контуре скажем с миллиметром в подарок и повторяю мой маневр с фиксацией спреем в облегченной версии полировки это визуально освежит лицо и здесь важно промокнуть поверхность кожи не проглаживая только лишь для того чтобы придать коже бархатистости настала пора применить кремовую помаду в ее прямом назначении напоминаю я использовал помаду для коррекции оттенка пигмента бровушек и нанесение румян и само собой на губах можно сказать мой классический пример мульти функциональности продукта думаю некоторым из вас стоит попробовать так что удачи и красивых вам макияжей вот сидите вот так можно дышать хочу были делаете нет только хлеб все пишут